Всем привет! Уважаемые начинающие художники, я Тала Хуклянская. Вот такой сюжетик красивенький называется Средиземноморье, есть в интернете. И художница Ольга Базанова делала недавно мастер-класс по этому сюжету. Но я пишу картину не по мастер-классу, а по-своему, своими методами, своими способами. И подмалевок делала я кисточкой, а все остальное потом уже делаю мастихином. Пишу картины я на ДВП в основном, хотя есть у меня и холсты, натянутые на подрамник. И сейчас вот я покажу, смотрите, вот эта птичка, это первая моя картина, которая написана на ламинированном ДВП. Обычно я покупаю и отдаю в порезку, я об этом видео снимала подробное, поэтому не буду останавливаться. Обычное ДВП, обе поверхности гладкие, я беру грунтую или наклеиваю с одной стороны холст, а затем холст уже грунтую и пишу картины. Замечательная получается поверхность. И дешевле, чем холсты, и долговечнее, ну это я тоже все в видео в том говорила, и не портится, и при транспортировке удобнее. И только единственное, что нужно брать мало краски и не разбавлять ее, или в крайнем случае чуть-чуть растворителя. Иначе будет скользить и не будет цепляться краска, и первый слой не будет таким гладким, как вам нужно. Сейчас вот я хочу рассказать, если остается краска неиспользованная, и у нее есть вероятность, что она может засохнуть в ближайшее время, если я допустим не сразу сажусь дописывать картину эту, а делаю ее в перерыв, то я собираю с палитры всю краску, которая мне не пригождается, допустим, для других картин, и выкладываю ее на лист ДВП, или загрунтованный нужен, или вот такая ламинированная поверхность. Ламинат этот очень с красивой такой мелкой фактурой, фактура мельче даже, чем у мелкозернистого холста, поэтому очень приятно нам в нем писать. Но, опять же, краски должно быть очень-очень мало тоненьким слоем, и если краска густая, то развести ее лучше чуточку-чуточку взять растворителя, но не масло. И мне вот не понравилось то, что получился резкий контраст между светлым и темным, и поэтому я взяла тряпочку, ну, можно взять губку, кисть, у кого что есть, кому как удобно. Я взяла тряпочку и растушевала краску по всей поверхности. Здесь участвуют разные цвета. А потом эту же тряпочку еще и поваляла, чтобы получилась такая вот фактура. Можно или валять, или просто тыкать, скомкать тряпочку и просто ее тыкать. Специально, если вы захотите такую фактуру сделать, то еще и не получится. А в таком случае, вот с помощью тряпочки, оно получается более естественно. Такая нежная, такая ненавязчивая фактурка. Это получается такая имприматура, то есть первый слой. И по этому слою уже удобнее делать подмалевок для любой картины. Всем большое спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, кому понравилось или пригодилось это видео.